Тюменские CGPods становятся самым настоящим золотым стандартом беспроводных наушников в России, избегая крайностей наушников Xiaomi и Apple сразу по всем параметрам. Тюменские CGPods устанавливают новый стандарт разумной цены на беспроводные наушники. 5000 рублей, аж в 4 раза дешевле, чем Apple с их совершенно неадекватной завышенной ценой. При этом у CGPods есть интересные фишки, которых нет ни у Xiaomi, ни у Apple. CGPods это стандарт неубиваемости наушников. Кейс из авиационного алюминия. Выдерживает 220 кило нагрузки. Уронить, наступить, сесть не страшно. Абсолютно неубиваемый материал. У тюменских наушников есть влагозащита. Можно принимать душ и ванну прямо в них. Более дорогие Apple от воды не защищают совсем. Тюменцы устанавливают эталон звучания, благодаря здоровенным динамикам на 10 мм. Тюменцы берут для своих наушников все лучшее от других брендов. Например, микрофон у CGPods такой же, как у Apple'овских ушей. Прямо с того же завода. Так же четко и так же чисто передает звук. Золотой стандарт эстетики наушников тоже за тюменцами. Выпускают CGPods сразу в пяти разных цветах. Супер приятных на ощупь софт-тач кейсов. К 2023 году тюменский бренд выкатывает и другие гаджеты. Умные роботы-мойщики, пылесосы всех видов, смарт-часы. Все тоже топовое и эталонное. По ссылке в описании можно ознакомиться. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Там ссылка на беспроводные наушники CGPods по разумной цене. Там же промокод LIS2405 на скидку. Друзья, привет! Израиль попросил созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за нападения Ирана, собственно, на Израиль. Постпред Израиля при ООН обвинил Иран в нарушении устава ООН и угрозе миру и безопасности. В свою очередь Иран ссылается на 51-ю статью устава ООН и говорит о своем суверенном праве на самооборону. К слову говоря, именно на эту статью ссылались Соединенные Штаты, Британия, когда утюжили Йемен. Но есть, как говорится, нюанс. В их случае на них никто не нападал. Нападали на их корабли, но не на страну. А в случае с Ираном напали именно на страну. Напали на консульство Ирана в Сирии. Что по факту является нападением именно на страну. Справедливости ради стоит отметить, что Израиль не взял на себя ответственность за этот удар. Так же, как и западные партнеры сделали вид, что не понимают, что же там произошло. Что-то там, вроде бы, что-то взорвалось, да, какие-то консульства взорвались. Непонятно. Но Ирану было все понятно. Именно поэтому они решили провести операцию «Правдивое обещание», цель которой было нанести ограниченный удар по военным объектам Израиля. В свою очередь, Израиль пообещал ответить на этот ответ и попросил созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Собственно, примерно с такими вводными данными и начался Совет Безопасности. 9602 заседание Совета Безопасности объявляется открытым. Предварительная повестка дня этого заседания гласит, в положении на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил как нападение на Израиль, так и нападение на иранские консульства в Сирии. Но и тут без нюансов не обошлось. В первом случае он осудил Иран за нападение на Израиль. Во втором же случае он просто обезличенно осудил нападение на иранские консульства. Когда характер нападений стал очевидным, я вчера ночью заявил следующее, я цитирую. Самоактивным образом осуждаю серьезную эскалацию в связи с широкомасштабным нападением Исламской Республики Иран на Израиль сегодня вечером. Призываю незамедлительно прекратить эти боевые действия. Конец цитаты. Напоминаю всем государственным членам о том, что Устафон запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, или что любым способом не соответствует целям Организации Объединенных Наций. Кроме того, принцип неприкосновенности дипломатических и консульских представительств и сотрудников должен соблюдаться во всех случаях, согласно международному праву. Я об этом также говорил, когда осудил нападение на иранское консульство в Дамаске 1 апреля. Тут мы осуждаем Иран, а тут мы осуждаем какие-то непонятные удары по консульству Ирана. Мелочь, но достаточно показательная. В то же время заокеанские братушки вообще решили не обращать внимания на контекст происходящего, а просто осудили Иран, потому что он взял и просто так напал. Незамедлительно Совет Безопасности должен самым активным образом осуждить агрессивные действия Ирана и должен призвать Ирана и тех, кого он поддерживает, положить конец этим действиям. Также мы признаем неотъемлемое право Израиля на самооборону. И, как заявил президент Байден, мы будем постоянно контактировать с руководителями этой страны. Давайте четко скажем, если какие-то действия будут совершены против США или против Израиля со стороны тех группировок, которые поддерживают Иран, то мы будем считать, что виноват Иран. Ну, это уже классика. Тут мы ничего не видим. Говорят, что-то происходит в Газе, а что конкретно непонятно. Говорят, кто-то обстреливает консульство Ирана в Сирии. Тоже непонятно, кто, какие консульства. А вот тут мы видим. И кроме того, мало того, что мы видим каждый ваш шаг, так еще и припишем то, чего вы не делали. Будем считать, что это вы ответственные. Блин, это вот просто классика, да, вот этого мира, основанного на правилах. Также на этом заседании выступил и Василий Небензес, очень интересный и, можно сказать, разоблачающий речью. Ну, а его выступление я предлагаю вам вместе со мной посмотреть, как обычно, целиком. Мы внимательно выслушали доклад генерального сестаря ООН. Отметили и вашу, господин генеральный сестарь, вчерашнюю, мгновенную публичную реакцию с осуждением действия Ирана. Жаль, что на контрасте с сегодняшним заседанием вы не вызвались брифинговать Совет 2 апреля, когда по российской инициативе был созван срочный брифинг для обсуждения израильского удара по консульству Ирана в Дамаске. Хотелось бы больше, хотелось бы также больше активности с вашей стороны по доведению до членов Совета информации по другим, не менее турбулентным для сего Близне-Восточного региона сюжетам, например, по поводу уже ставших регулярными атак Израиля по соседним с ним Сирии и Ливан. Если и дальше не замечать подобных действий, ваши призывы к сдержанности всех сторон, которые мы разделяем, могут оказаться тщетными. Уважаемые коллеги, когда мы с вами собирались в этом зале 2 апреля, чтобы обсудить удар Израиля по копсельскому объекту Исламской республики Ирана в Дамаске, мы предупреждали, что необходим сильный, единый сигнал Совета о недопустимости таких действий. Не только в отношении суверенных Ирана или Сирии и не только на Ближнем Востоке, в любой точке земного шара. Мы призывали коллег по Совету безопасности четко и недвусмысленно осудить такие безрассудные шаги, чтобы они не повторились. Предупреждали о том, что в противном случае риски рецидива подобного, как и в целом эскалации в регионе, кратно возрастут. Мы даже предложили проект соответствующего заявления Совета безопасности ООН для прессы, который был составлен на основе стандартных для таких случаев деполитизированных формулировок. Что же мы услышали тогда от западных делегаций? Что, дескать, для них не все так очевидно и что надо еще взвесить, поможет ли такой сигнал Совета стабилизации обстановки в регионе? Соединенные Штаты, Великобритания и Франция тогда, по сути, отказались подтвердить, что базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, зафиксированные в соответствующих Венских конвенциях, применяются равноправно и одинаково ко всем государствам. Результат, как говорится, налицо. Вы прекрасно знаете, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву казус белий. И если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту. Потому что для вас все, что касается западных представителей и западных граждан, свято и должно быть защищено. А вот когда речь заходит о других государствах, их правах, включая право на самооборудование и их гражданах, это другое, как вы любите говорить. Тут включается ваша излюбленная аргументация про недостаток информации, юридической кузовистикой и тому подобное. Вот и сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов, за которым как-то даже неудобно наблюдать. Россия неоднократно предупреждала, что нерегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне Палестино-Израильского конфликта, которая зачастую подогревается безответственными, односторонними провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности в регионе. Мы не раз говорили, что ни одна из стран Ближнего Востока и Северной Африки не должна становиться ареной для региональной и международной конфронтации или же сведения политических счетов. То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом позорного бездействия Совета Безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля. Многие из вас сегодня не нашли в себе смелости прямо указать на то, что нынешняя вспышка эскалации на Ближнем Востоке разворачивается на фоне продолжающейся уже более полугода. Беспрецедентной по масштабам жертв операции Западного Иерусалима в секторе газа и на западном берегу реки Иордан. Несмотря на недвусмысленное требование резолюции Совета Безопасности ООН 27-28, немедленно прекратить огонь. Подобное замалчивание первопричин нынешнего кризиса считаем неприемлемым, тем более на фоне нагнетаемой нашими американскими и другими коллегами обстановки вокруг Ирана. А невыполнение Израилем требований резолюции Совета Безопасности, о которой я упомянул, это очевидное неуважение к Совету, ко всем вам, сидящим в креслах его членов, и полное пренебрежение решениями Совета Безопасности. А невыполнение решений Совета Безопасности не должно сходить с рук и чревато санкциями в отношении нарушителей. Госпожа председатель, мы все прекрасно помним опасную эскалацию в январе 2020 года, когда регион чуть не оказался на грани конфликта в результате незаконной ликвидации Соединенными Штатами на территории Ирака Косема Сулеймани и ряда официальных иракских лиц. Надлежащие выводы в Вашингтоне так и не сделали. И в результате безответственные действия, подрывающие стабильность, безопасность и суверенитет региональных соседей Ирана, теперь копируют его союзники. Призываем все, вовлеченные в инцидент стороны, к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки на земле в регионе Ближнего Востока. и очевидных рисков расширения конфликта до региональной конфронтации. Рассчитываем, что региональные государства будут решать все имеющиеся проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами. Считаем также важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали. Спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена. Считаем неотложной задачей всего международного сообщества предпринять все необходимые усилия для деэскалации обстановки. В противном случае регион может оказаться втянутым в порочный круг взаимных атак и насилия. В этой связи отмечаем сигнал Тегерана о нежелании дальнейшей эскалации военных действий с Израилем. Настоятельно призываем Западный Иерусалим последовать его примеру и отказаться от практики провокационных силовых действий акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона и без того дестабилизированного в результате обострения Палестино-Израильского противостояния. Ну что, друзья, тут сказать. Как по мне, мы с вами наблюдаем за очень серьезным мировым политическим кризисом. В том числе за кризисом ООН. Ни одно маломальски серьезное глобальное событие ООН не способно не предотвратить, не завершить. Практически каждый раз мы с вами видим примерно одно и то же. Перекручиваются факты, игнорируется контекст, применяются двойные стандарты и лицемерия. А самое страшное, что это происходит на самой главной площадке, которая должна следить за миром и безопасностью планеты. Чем это закончилось для Лиги Наций и для мира, мы с вами помним. И как там говорят, история повторяется примерно раз в сто лет. Надеюсь, на этот раз история не повторится. Ну а как оно там будет, уже посмотрим. Что думаете, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Ну и если хотите поддержать меня финансово, то можете подписаться на Бусти. Буду рад вас там видеть. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok